Строительство новых школ и укрепление материально-технической базы имеющихся, а также создание центров дополнительного образования. В правительстве Тверской области во вторник обсудили исполнение национального проекта образования. О принятых решениях расскажет Наталья Чекет. Говоря о промежуточных итогах реализации нацпроекта, министр образования Тверской области Ольга Калинина отметила, что начиная с 2019 года в 430 школах региона проведен капитальный ремонт и укреплена материально-техническая база, в том числе в 150 учреждениях за прошлый год. Участники заседания подчеркнули, что национальный проект образования – это не только создание инфраструктуры, это комплексное развитие, которое включает переоснащение образовательных учреждений, повышение квалификации учителей и обучение по современным программам. Переоснащение образовательных организаций – это первое. Второе – это повышение квалификации наших учителей, для того, чтобы они были готовы учить наших детей современным образовательным программам на современном оборудовании. И третье – это изменение подходов к содержанию образования, для того, чтобы наши дети получали именно актуально, современно, адаптированно под современные задачи образование. Одно из важных событий – строительство школы в микрорайоне Южной в Твери на 1224 места. Также продолжается ввод новых детских садов на улицах Склесково и Левитана на 190 мест, и еще одного дошкольного учреждения на 160 мест в Вышнем Волочке. Во время заседания Игорь Рудене особое внимание обратил на сроки выполнения заявленных работ. Для нас очень важно – это привлекательность территории для населения, для молодых семей, потому что качество образования, так же, как и здравоохранение, определяет привлекательность территории после экономических показателей, возможности получить интересную работу. До 1 сентября планируется ввести 90 мест в школах области, что создаст возможность отказаться от второй смены. Кроме того, продолжается модернизация среднего профессионального образования и создание в колледжах мастерских для обучения студентов практическим навыкам работы на современном оборудовании. С 2019 года уже создано 23 мастерские, в том числе в рамках федерального проекта. Это мастерские современные, мастерские, на которых действительно можно и нужно учиться и осваивать современные компетенции. Включая до 2023 года будет создано еще 27 мастерских. Для всестороннего развития детей в Тверской области открываются специальные центры дополнительного образования. Так, по техническому направлению созданы технопарки «Кванториум» и «АйТи-Куб». В этом году планируется увеличить количество центров «Точка роста» в сельских школах со 120 до 210. Дополнительное образование – это безграничные возможности обучения и воспитания. Потому что дополнительное образование – это, безусловно, программы, которые в себе переплетают всегда процесс обучения и воспитания. Когда дети в процессе дополнительного образования решают какие-то проблемы региона. Разрабатывают проекты, занимаются творчеством, которое создает бренд региона. В состав нацпроекта образования включены также региональные проекты «Социальная активность» и «Молодежь России», поддерживающие волонтерское движение и инициативы молодого поколения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!